Здравствуйте! В эфире новости на телеканале НТС в студии Айджан Казахбаева. Уволили, да еще и с формулировкой «утратил доверие». Сегодня президент страны Сорумбай Джейнбеков подписал указ, согласно которому Моназбек Арабаев освобожден от должности заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Кыргызской республики в соответствии с пунктом 2, части 3, статьи 47 закона о государственной гражданской и муниципальной службе. Отметим, Арабаев на эту должность был назначен в феврале 2015 года. Спустя три года тоже в феврале получил переназначение. И хотя он не являлся секретарем Совета по судебной реформе, многие отзывались о нем, как о сером кардинале в судебной системе, который оказывал давление на судей по многим резонансным делам. Между тем, режим чрезвычайной ситуации, введенной накануне на юге республики, пока не отменен. Спасатели и спецтехника продолжают устранять последствия природной стихии, очищают дороги. Так, в Лелегском районе Баткенской области работают 100 спасателей. В селах открыты временные внутренние дороги, восстанавлено электроснабжение. На месте работает более 10 единиц спецтехники, которая занята на очистке водоканалов. По предварительным данным, от схода селя пострадали 27 частных домов, 5 социальных объектов, 8 хозпостроек, 22 огорода. Селем размыто 13,5 километров внутренних хозяйственных дорог, 69 гектаров земли сельхозназначения. Потоком смыто 242 мелкого и 30 голов крупного рогатого скота. Пострадали также 6 мостов, 4 автомобиля. На местах работают комиссии. Параллельно с восстановительными работами идет подсчет причиненного ущерба. Во время селевых потоков на юге республики утонули два человека. Поиски тела ведутся до сих пор. Как сообщает МЧС, первый случай произошел в селе Ирин Карасуйского района Ожской области. В канал Савай упал 49-летний мужчина и не смог выбраться. На его поиски вышли порядка 70 местных жителей, сотрудники милиции и спасателей. Второй случай произошел в городе Хадамджай Баткенской области накануне вечером. К быстроток упал мужчина. На место выехали 4 сотрудника МЧС. Тело мужчины до сих пор не найдено. К другим новостям. Цветы крадут, ломают и топчут ногами. С просьбой не разрушать цветочные часы на площади Алато, к бешкекчанам через соцсети обратились сотрудники муниципального предприятия «Тазалык». Только за 15 дней, сообщили «Тазалыковцы», жители и гости столицы, успели испортить около 350 сортов разных цветов. Отметим весенняя цветочная композиция. На площади появилась 3 мая. Акция традиционная, но с каждым годом поддерживать проект становится сложнее. Отмечают муниципальные предприятия. Цветы срывают и крадут. Как следствие, композиция теряет свой первоначальный вид. Равные условия для всех игроков единого рынка и дальнейшая работа по обеспечению свободного перемещения продукции на просторах ЕАЭС. Внедрение цифровых технологий для маркировки и отслеживания товаров, а еще уменьшение бюрократизации в органах Евразийской комиссии. Об этом накануне в рамках заседания Высшего экономического совета говорили президенты пяти государств, входящих в Союз. Несмотря на имеющиеся достижения, как, например, рост товарооборота между странами или расширение спектра услуг, которые осуществляются теперь по единым правилам Союза, далеко не все проблемы внутри самого альянса удалось искоренить. Работать конкурентами, не чинить друг другу препятствия – вот на чем акцентировали внимание участники заседания. Помимо этого обсуждался вопрос по предоставлению Молдове статуса наблюдателя, а также установлению зоны свободной торговли с Ираном, Китаем и Сингапуром. Елена Яковлева подробнее. Заседание Высшего совета Евразийского союза в Сочи было весьма насыщенным. Главы государств не скрыли, что обсуждение в узком составе было бурным. Владимир Путин, открывая заседание, представил ряд инициатив, выдвинутых Российской Федерацией. В этом году именно Россия председательствует в ЕАЭС. Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться устранению остающихся ограничений и изъятий на пути свободного перемещения товаров, капиталов, рабочей силы. Российское председательство предлагает осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологии отслеживания движения товаров, создания транспортных коридоров, промышленной кооперации. Экономический союз дает свои результаты. Об этом говорят цифры. Так, в прошлом году в среднем промышленное производство в странах ЕАЭС выросло на 1,7%. Сельского хозяйства на 2,5%. Товарооборот внутри союза на 26%. Но, по словам участников, союз испытывает некоторые сложности. Они связаны как с внешним влиянием, так и с внутренними противоречиями. Надо сформировать специальную межправительственную рабочую группу наших стран для выработки комплекса мер, прежде всего, по анализу выполнения всех решений, которые мы приняли. По анализу продолжающихся иметь место препятствий торговли как на границе, так и между отраслями экономики. С учетом современных непростых условий влияния санкции посмотреть, как нам дальше работать. Сегодня в мире мы наблюдаем тенденцию ужесточения так называемых торговых войн. Нарастание геополитической напряженности может подрывать все результаты, которые мы достигли в рамках евразийской интеграции. Мы должны уйти от внутренней конкурентной борьбы и совместно действовать на международной арене. Только углубляя и расширяя нашу интеграцию, мы можем раскрыть весь имеющийся экономический потенциал наших стран. Сорун Байчинбеков отметил, что рассматриваемая сегодня цифровая повестка очень важна. Цифровые технологии по маркировке и отслеживанию товаров нужно обязательно внедрять, но поэтапно, учитывая нагрузку на средний и малый бизнес. Говоря о препятствиях и баррелях, хотим сказать, что необходимо наделить комиссию дополнительными компетенциями для оперативного решения спорных ситуаций в передвижении товаров. При этом остро стоит вопрос бюрократизации в рамках, в органах Союза. Принять решение в рамках Союза должно быть быстрым, гибким и мобильным. Процесс должен быть прозрачным и понятным. В том числе для бизнеса, который за поддержкой обращается в Российскую экономическую комиссию. По итогам заседания лидеры выработали единую позицию по всем 15 вопросам повестки. Подписали соответствующие документы. Кроме этого, одобрили предоставление статуса наблюдателя в ЕАЭС Республики Молдова. Завершилась встреча неформальной прогулкой к Черному морю и приемом в честь глав государств. Стоит отметить, что в рамках заседания Совета делегация Кыргызстана во главе с президентом Сорунбаем Чейнбековым обсудила и вопросы, касающиеся непосредственно Кыргызстана в ЕАЭС. Для Кыргызстана в повестке дня было два технических вопроса. Это связано с обустройствами пунктов пропуска. И у нас срок тех расщеплений, которые за нами закреплены, это 1,9%, были определены до 12 августа этого года. Сегодня нашли такое консенсусное решение продлить применение данных ставок расщепления до конца 2019 года. Положительные результаты дали и двусторонние переговоры с Сорунбаем Чейнбековым на полях саммита, в частности с Владимиром Путиным. Было отмечено, что Россия была и остается нашим главным политическим, стратегическим партнером, союзником. Если взять цифры, то за последние два года рост торговли идет очень хорошими темпами. Причем, как отмечается нашими экономическими ведомствами, идет рост, в том числе нашего экспорта в Российскую Федерацию. Сегодня очень активно работает Российско-Каргызский фонд. Было отмечено, что он уже профинансировал проекты более чем на 350 миллионов долларов. Следующее заседание Высшего экономического совета намечено на конец ноября. И пройдет оно в Санкт-Петербурге. Елена Яковлева, Бакытко Шалиев, НТС. Это были все события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20.30 и в 21.30. НТС покажет.